А, все, все ясно, ага, все, тогда начнем. Присоединятся ребята потом, запись я включила, потому что, возможно, некоторые на канале, в чате, а не на канале. Ну, хотела бы как раз проговорить про такую тему, недолюбил, либо недолюбила. Почему эта тема возникла? Вы, кто, в принципе, со мной, кто смотрит за мной, кто следит за мной, куда, чего. Вы знаете, что мы недавно приехали с Красной Поляны, ездили, мы были на восхождение, ходили в горы с ребятами. И там у нас, естественно, были проработки. То есть это не просто мы, как бы, какие-то развлекаловки были. А изначально мы вскрывались, потом мы в горах. У нас были там свои процессы, свои практики. И на следующий день мы немножечко так это все закапсулировали. Чтобы был момент, было время, с чем работать. Вот. И столкнулись с таким моментом. Уже, конечно, я не первый раз с ним сталкиваюсь. Когда девочки, либо мужчины, неважно, не хватает любви. Не хватает любви от своего партнера. Как будто он не может себя реализовать через другого. То есть что такое не хватает любви? Это не когда человек постоянно говорит, там, люблю тебя, еще что-то. А именно вот это вот состояние, когда ты чувствуешь, что что-то недодает другой. И, с одной стороны, ты готов отпустить свою вторую половину, понимая, что он не может тебя любить так, как ты это видишь. То есть мы же всегда ярлыки свои навешиваем, осознанно это или неосознанно. Но бывают те состояния, те ощущения, когда тебе кажется, что я столько отдаю партнеру, я вот вся растворена вообще в нем или в ней, неважно. А ты от своего партнера слышишь, что ты меня не любишь или ты меня не ценишь, либо что-то еще. И начинается такое состояние, вроде как так, ну, я же, я же все отдаю, я же полностью живу, живу там нашей семейной жизнью, живу нашими детьми, живу нашими интересами. Как он может так говорить, либо она? Но по факту происходит это не потому, что кто-то вас недооценивает. И смотрите, что происходит. То есть ты, делая для партнера то, что ты видишь, то, что тебе кажется, что ты делаешь максимально много для него, что ты весь отдаешься, что ты весь живешь его жизнью, его интересами. А он, говоря тебе, что ты меня не любишь или не ценишь, как будто тебе все это обрубает, обрубает тем, что как будто бы как обесценивает. Но по факту твой партнер, он не обесценивает тебя, а он не может поднять самоценность себя. И когда он не может поднять самоценность себя через самого себя, он пытается эту самоценность восполнить через тебя, говоря, что ты меня недолюбливаешь, как бы заполнить то пустое пространство в себе, чтобы отхватить у тебя кусочек. Но ты этот кусочек дать этому человеку не можешь. Не потому что не хочешь, а потому что у тебя есть вот та оболочка, в которой ты сейчас существуешь. И если ты эту оболочку будешь разрушать, как бы дособирать своего партнера через себя, то тогда порушишься ты. И в таких случаях, как правило, что лучше сделать или даже не лучше, а как можно поступить? Один из вариантов. Вариантов на самом деле всегда очень много. Один из вариантов, что ты можешь сделать, это пойти с партнером на контакт и понять, где он чувствует, что ты его недолюбил, где он чувствует, что ты ему что-то недодал, где он чувствует вот этот пробел. И когда вы находите вот этот пробел, этот пробел он может реализовать только через себя. Не сбором через любого другого, не сбором через вас, а сбором только через себя, после того, как он поймет, что с ним не так. Где у него вот этот пробел, который пустое место, где он хочет заполнить его вами. То есть, если вы... Сейчас, секунду. Спасибо. 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 Смотрите, вы, когда отдаете что-либо партнеру, отдаете, раздаете себя, как Wi-Fi, вы же отдаете ту часть, в которой вы чувствуете свою силу. То есть кто-то в нежности, кто-то в заботе, кто-то в словах, кто-то в стихах, неважно в чем. И вы, акцентируясь на этой грани, вы в нее, в эту грань вливаете максимум своего потенциала и выгружаете это на своего партнера. А у партнера, к примеру, эта грань, она заполнена. То есть для него забота, например, или слова, или еще что-то, она неактуальна. Эта грань у него цельная. А ему нужна другая грань. Ну, например, там что-либо, там другое, там поговорить про что-то иное. И вот эта вот грань, которая не заполнена, он, чувствуя ее, не понимая, что это как раз вот эта грань, ему кажется, что вы что-то не додаете, не понимая, что это вот все многогранно. И он вам говорит, вот ты мне не додаешь. Он имеет в виду неосознанно про эту грань, а ты не понимая, потому что ты же ему отдаешь вообще все целиком, но вот эту грань. И получается, у вас две несовместимые грани, которых ты отдаешь много той грани, которая у него наполнена, а не даешь той грани, которая у него пустая. И он точно так же. Тебе может что-то не дать из состояния пустоты либо полноты. То есть вот эти вот грани не совпадают. Это ни в коем случае не говорит, что у вас какое-то несовпадение есть. Это ни в коем случае не говорит, что вы не подходите друг к другу. Это говорит лишь о том, что нужно проговаривать вот эти вот все на уровне чувствования, откуда пошла вот эта пустота. И только после вот этой вот пустоты, когда вы проговорите, что это за пустота, вы можете эту грань подрегулировать. То есть, например, вы ему, например, смотрите, партнеру самому, ну, например, мне, к примеру, мне там или кому-то еще важно, чтобы говорили красивые слова, да? И когда тебе важно говорить красивые слова, нас как обучают? Если тебе что-то хочется, то делай это кому-то. Партнер – это не всегда верная стратегия. Например, мне хочется, чтобы мне говорили красиво. И что я для этого делаю? Я начинаю красиво говорить. А партнер, к примеру, ему неинтересны слова, ему интересны действия. И он начинает действовать по отношению ко мне, потому что для него это интересно. И у нас идет несовпадение. То есть, я жду слова, а он делает действия. Он ждет действия, а я даю слова. И вот этот вот идет дисбаланс. А по факту, что нам нужно? По факту нужно просто проговорить, что есть. То есть, у него максимум того, что он любит делать, и то, что ему важно это делание, а у меня то, что много, и то, что мне важно – это слова. То есть, мы с ним проговариваем, и он дает то, что ему нужно, не собираясь через меня, то есть, не прося от меня действий, так как ему важны действия, а давая для меня действия через себя. А я, не собираясь через него словами, давая себе слова через его действия. Понятно? То есть, мы закольцовываем те моменты, кому не хватает чего-то. То есть, если мне чего-то хочется, то я этим делюсь. И это, получается, через отдачу. Это не то, что мне не хватает этого, поэтому дай мне. Мне не хватает этого, поэтому покажи. То есть, отдай, чтобы оно вернулось. И это вернется, например, не в словах, а в другом, в действии, когда это все проговорили. То есть, закрываются, вот эти вот ячейки закрываются. То есть, если тебе не хватает слов для себя, тебе слова никто не восполнит, пока ты не начнешь проговаривать. Понимаете, в чем дело? Мы наполняемся не через другого, мы наполняемся только через себя. И только через полноту себя мы готовы отдать это другому. То есть, если мне не хватает слов, я проговариваю их партнеру, я проговариваю. Не прошу от него этих слов, а проговаривая сама, я наговариваюсь. И тогда мне не обязательно, чтобы говорил кто-то другой. Партнеру не хватает действий, он не ждет действий от кого-то, чтобы восполниться не своими действиями, а чужими. Он начинает делать действия, насыщаясь действием, деланием, закрывая себе этот пробел. Понимаете, как это? Но это с проговорением идет. И тогда ты, когда ты начинаешь восполнять недостаток своих действий через делание самого себя, то тогда ты с огромным удовольствием просто берешь слова своего партнера, который точно так же тебе говорит через восстановление себя. и получается ты, получается, то, что ты просишь от другого, делания какого-то, делая сам, ты насыщаешься этим деланием самостоятельно. И тогда тебе не нужно закрывать это как пробел. Ребят, не знаю, насколько понятно объяснила. Давайте я всем открою микрофончики, и вы позадаете вопросы, можете выйти с видеосвязью. Как вам интересно, так и выходите. Вроде бы всем открыла микрофоны. Если что-то недопоняли, если что-то не услышали, то задавайте вопросы. Все микрофончики открыла. Смотрите, ребят, еще кто сочинцы, кто близлежащий в Сочи. Если кому-то интересно, 10.10 будет своеобразный энергетический портал. И мы с ребятами едем на Дальмены. Если кто-то хочет присоединиться и поехать вместе с нами на Дальмены, то пишите, пишите в личку, либо пишите Галине. Все, наверное, уже знают ее контакты. Если кто-то не знает, можете мне написать. И я тогда вам дам контакты Галины, где она все разъяснит, когда мы едем, как мы едем. И можете присоединиться. Там, конечно, мы не просто на Дальмены будем, мы там проведем несколько практик. Ну и, конечно же, по болтушке со мной. Да, ребят, скажите, понятно или непонятно, что я... И еще, ребят, смотрите, я вижу, что кому-то непонятно. этот эфир все равно он будет выставлен потом. Смотрите. вот есть такие плашки, да? И здесь написано на канале просветление. Канал просветления и чат просветления это разные вещи. В чате мы просто общаемся, а на канале ведутся эфиры. эфиры. И вот здесь вот сразу же просто можно нажать тык и туда перейти. Это для вашего удобства. Потому что мне сейчас вот пишут, а разве не там, а разве не здесь. Нет, на канале. Так, это чат. Вот тут на канале. Все, больше не буду заморачиваться. Если кто-то немножко не разбирается в Телеграм, потому что я тоже разбираюсь очень плохо в соцсетях. Ребят, на Ютубе можно посмотреть, как, чтобы хотя бы для вашего пользования, чтобы вам было удобно, чтобы вы не пропускали какие-то вещи, какие-то там, не знаю, там, следить за кем-то по сторис, смотреть какие-то информационные моменты, чтобы вам это было удобно. Посмотрите, как это делается. Это все делается очень просто. Вам только один раз нужно научиться этому. И в Телеграме все очень легко будет. Давайте, ребятки, еще если есть вопросы, то задавайте. Если нет вопросов, я просто не всегда понимаю, насколько я понятно объясняю те или иные вещи. потому что, когда мы с вами наедине, вернее, контактируем, когда не по видеосвязи, это намного проще, потому что я понимаю, что вы понимаете, не понимаете, чтобы туда углубиться и на чьем-то примере распаковать. На примере это всегда проще. А когда так, то, получается, я вам сказала, а вы уже там додумали, не додумали и пошли со своими додумками кто во что гораст. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то у нас завтра с вами эфир будет на YouTube-канале ВКонтакте в школе автономии. А в среду в среду у нас будет в закрытом клубе Live Room. Тема, посмотрим, какую тему, какую-нибудь каверзную возьмем. Возможно, что-то про кровь. И еще, ребят, скоро депривация и сна у нас запустят. У нас осталось три человека до запуска. Всего три человека. Поэтому, как только три человека мы добираем, и депривация у нас стартует. Стартует у нас депривация. Там у нас будет очень, ну, у нас будет много там про кровь. Вот. И таких много будет нюансов, которые перевернут ваше осознание, и вы уже будете возможно на что-то по-другому смотреть. Вот. Поэтому присоединяйтесь, во-первых, кто близ, недалеко живет, на Дальмены съездим, присоединяйтесь на ретриты, ребят, кто готов полностью перепрошиться. Вот. И присоединяйтесь на марафоны. Всех тогда обняла, если нет больше вопросов. И если что-то непонятно, если кто-то посмотрел эфир записи, появились вопросы, ребят, не стесняйтесь, задавайте их, пишите, пишите в личку, пишите под видео, вот как удобно, так и пишите. Чем больше вы будете задавать вопросов, тем больше они будут раскрываться с разных граней, потому что один и тот же вопрос можно раскрыть абсолютно с разных позиций. Если с этой позиции непонятно, то я могу с другой раскрыть свое видение. Всех обняла. До завтра. Продолжение следует...